Сегодня мы хотели бы пригласить вас в мастерскую реставрации древнерусской живописи Русского музея, чтобы представить наш новый проект – раскрытие авторской живописи на уникальной иконе 17 века Никола в житии. В 1925 году в Русский музей усилиями реставраторов, усилиями научных сотрудников были перевезены исключительно ценные художественные памятники из Троицкого Александра Свирского монастыря. Монастырь закрылся, и чтобы эти вещи не были расхищены, чтобы они не утратились в перипетиях тех тяжелых лет. Музеям были приложены огромные усилия для того, чтобы это все появилось и сохранилось в стенах Русского музея. В числе этих памятников была и икона Николы Житийной в житии. Нам было ясно, что икона может быть датирована 17 веком, но она находилась под потемневшей Олифы, она находилась под некоторыми слоями записи. И сейчас, в процессе подготовки к большому экспозиционному проекту «Искусство Русского Севера», мы обратили на этот памятник более пристальное внимание. Икона поступила в реставрационную мастерскую, и вот сделаны первые шаги по ее раскрытию. Пробное раскрытие было решено сделать на изображении восьмого клейма «Пресвятая Богородица». Повелевает Николаю Чудотворцу основать Святой Сион. После проведения пробного раскрытия было выяснено, что коричневый лак, покрывающий всю поверхность иконы, не авторский. Авторский же лак и красочный слой сильно потерт. Вероятно, поновителями было принято решение скрыть икону новым слоем лака для того, чтобы проявить изображение. Но через какое-то время это привело к тому, что икона потемнела еще больше. И на данный момент авторский колорит произведения очень сильно искажен. Передо мной стоит задача максимально утончить лаковую пленку, но при этом оставить ее в местах потертости и красочного слоя, дабы максимально вписать их в живописную поверхность и минимизировать последующие тонировки. Причем, если на изображении темного коричневого мафория Богоматери мы оставляем лаковую пленку на потертости более плотной, то на изображении светлоухрестной архитектуры мы утончаем ее практически до предела. Таким образом, мною было раскрыто изображение восьмого клейма. И затем оно было продолжено на декоративную орнаментальную рамку, окружающую центральное изображение Николая. Рамка выполнена цветными лаками по золоте и в процессе бытования произведения также сильно потерта. Понавители прокрыли ее темперной краской, и причем лежит она без всякой прослойки олифы, что еще усложняет работу. И приходится по миллиметру растачивать скальпелем вот эту серую темперную запись, выявляя из-под нее яркие цветные лаки и остатки позолоты, оставляя расточенную запись в местах их утрат. Далее я продолжу работу наверх, на верхние клеймы произведения и также на центральное изображение. И буду рад представить вам ее результаты.